Всем привет, девочки мои хорошие! Начинаю новый влог. Вчера вышло видео с днём рождения сына, как мы его провели. В общем, что могла, то сняла, но в основном, честно говоря, мы так сели, поели, и все давай петь. Все очень любят петь у нас, вся семья такая поющая, и в общем-то талантливые довольно-таки все. Просто, короче, микрофон, он просто, можно сказать, не выходил из рук. И в основном весь вечер пели песни, покушали, попели. В общем, самое главное было у нас веселье, общение, и все получили колоссальное удовольствие. Ну, что я хотела вам сказать, я почитала комментарии, все комментарии замечательные. Спасибо вам большое, я не стала уже отвечать там никому, просто уже сейчас хочу сказать. Всем большое спасибо за поддерживающие комментарии, за поздравления. Поздравления меня с рождением сына, и поздравления сына с днем его рождения. В общем, спасибо вам всем, очень приятно, девочки. Вот, ну, а сегодня, сегодня я сняла для вас уже два видео, обзорчик Фаберлик и долгожданный конкурс. В общем, заходите, кто пропустил, заходите и участвуйте в конкурсе. Очень буду рада всем участникам, и, в общем, желаю вам всем, конечно, удачи и выиграть подарочки. Ну, а сейчас, на данный момент, что я собираюсь сделать? Хочу в первую очередь смонтировать видео, которое мне нужно уже прямо завтра выпустить. Первым видео выйдет Фаберлик, потом уже следом пойдет конкурс. Ну, и в дальнейшем у меня сегодня, если я успею, я сегодня хочу уже разрядить елочку, потому что, ну, Новый год позади, день рождения, в общем, сына. Старый Новый год я, честно говоря, не отмечаю, но отмечала раньше. Я хочу вам сказать, что когда по молодости, вот я жила еще в общежитии, в аэропортовском, там молодежь у нас одна жила, и тогда у нас на Новый год, ну, кто-то, может быть, уезжал к родителям, хотя новогодних праздников не было так много, первое-второе число только отдыхали, но уже собирались все, как говорится, обратно, и Старый Новый год мы уже в компании друзей отмечали, я помню, у нас гудело все общежитие, в общем, как и на Новый год, и на Старый Новый год. Два Новых года отмечали, и также садились, накрывали стол, выпить, закусить, веселье, была музыка, и даже какие-то там фейерверки еще что-то пускали, хотя тогда их не было, может быть, так много, как сейчас, но все равно какие-то фейерверки, они были всегда. Ну, а сейчас Старый Новый год, в общем-то, мы не отмечаем, если так, как-то скромно, но не особенно уже за праздник не считаем, он куда-то уже уходит в прошлое, наверное, этот Старый Новый год, хотя детки ходят, что-то там коледуют, что-то там конфетки им дарим, кто-то лепит пельмешки с этими сюрпризиками, ну, я пельмешки не люблю, не хочу. Вот, ну, в общем-то, елочку уже, я думаю, можно разрядить, как раз вот это видео, когда выйдет, уже, я думаю, елочку уже я разряжу к этому моменту. Что еще я собираюсь снимать в этом влоге, я еще пока не знаю, потому что у меня пока голова занята другим, но что-нибудь буду снимать, обязательно включу, обязательно сниму для вас. Пока еще я вот немножечко накрашенная, еще пока симпатичная такая, я решила начать влог, а потом я уже умоюсь, потому что глазки болят. Что-то, девочки, я заработала сильно, в общем, нужно уже пора готовить обед, и я беру вот эти бедрышки куриные, и у меня есть вот такие вот ракушечки, не ракушечки, рожки, еще бекинские, макарончики свои еще. И сделаю салатик, свежие огурчики, помидорчики, не буду слишком замысловато ничего готовить, по-быстрому приготовим и покушаем. Ну вот и все, мой обед готов, довольно быстро приготовился, и мне уже не терпится сесть и покушать. Всем доброе утро, девочки мои. Я сегодня утро начала с ухода. Вообще я соскучилась по вам, по вам. И вот что-то по нашим утренним посиделкам. Ну сегодня что-то утром с утром, и захотелось прямо сделать уже вот этот вот карбокситерапия, вот это вот. Я вам обещала протестить эту штуку, мне самой уже не терпится, любопытство разбирает. Кстати говоря, использовала я сейчас вот этот вот крем для ног. Очень хороший такой, мягкий, прямо увлажняющий, питательный. Мне понравился. Так, ну и что нам надо сделать? Я голову помыла и решила не снимать, пока волосы собраны, пусть будут собраны. В общем, лицо нужно очистить, нужно это наносить на очищенное сухое лицо. Ну, у меня мицеллярная водичка есть. Я сейчас быстренько протру лицо. Так, на всякий случай уже. Все не накрашенное. Ну, это средство можно наносить на шею, на зону декольте, но я туда дальше не пойду. В общем, шею захвачу и хватит. Так, ну и что дальше? Дальше. Шаг первый и второй делаем сразу. Ничего тут смывать не надо. Здесь просто нужно наносить одно средство и следом другое. Главное не перепутать. Начинать надо с первого шага. Вскрываем. Оно еще не вскрыто у меня. Так, ну я не знаю, руками буду наносить, наверное. Мне так удобнее. Вообще, первое средство нужно наносить, как я поняла. Я прочитала уже несколько раз эту инструкцию, чтобы все правильно сделать. Первое средство мы наносим щедро и наносим везде. Мы его не смываем. Мы его массируем где-то 1-2 минуты. И следом наносим второе средство. Но второе средство нужно наносить строго на первое. То есть не заходить за пределы вторым средством. Поэтому первым средством за пределы заходить можно. В общем, так по всем границам заносим. Но избегая области глаз, губ, слизистых. В общем. Так. Все. Я первое прямо нанесла. Кругом. Нет, еще не кругом. Сюда. Это такой специально увлажняющий крем. Так. Где первое еще немножко добавим. И сюда тоже нанесем. Так. Дальше. Дальше я не буду. Цепочку из-за этого снимать не буду. Вообще, если наносить на декольте, то надо цепочку будет снять. Неизвестно, какая там реакция будет. Правильно? Так. Вроде бы все захватило. Все зоны. Везде. Так. А теперь надо нанести нам второе средство. Что оно из себя представляет? Какая там реакция будет? Я не знаю. Поэтому я взяла кисточку. Так. А второе средство открываем. А второе средство. Вот такое вот оно, как гель. Первое оно, как крем. А второе оно, как гель. И вот его надо нанести на 5-10 минут. Но только не заходить за пределы первого средства. В общем, это самое главное. Не знаю почему. Ну, видно какая-то реакция. И не попадать надо на слизистые. Это важно. Ну, и все. Это оставить надо на 5-10 минут. И потом излишки нужно удалить салфеточкой. Все. А вот когда пройдет 5-10 минут, излишки мы удалим. И тогда уже будем наносить третье средство. Ну, я пока сделала перерывчик, паузу. Ну, все, девочки. Прошло 10 минут. Нужно мне излишки удалить салфеткой. Но мне кажется, что тут их даже и нету. Потому что такое ощущение, что кожу стянуло немножко. Ну, если есть, излишки удалим. Оно как подсохло. Так, и теперь следующий. Мы наносим следующий, третий шаг. Так, я сейчас, девочки, все это нанесу. Сделаем мы этот уход. И потом я одену очки. Сейчас не буду их одевать. И почитаем, что я сделала такое. И зачем я это сделала вообще для лица. Что оно дает. Вообще оно увлажняет кожу, подтягивает, уплугой делает. И я должна прям помолодеть, по-моему. Третий шаг надо нанести тоже на 5-10 минут. И потом излишки удалить. Так, ну все. Вроде бы все. Ой, процедурку сделала. Прямо хорошо. Люблю я вот это вот, когда немножко поухаживать. И мне кто-то, кстати, написал в комментариях, спрашивает, как вам удалось там сохранить молодость. И, в общем-то, чтобы выглядеть вот так вот хорошо в таком возрасте. Ну, девочки, я всю жизнь ухаживаю за своим лицом. Всегда. Начиная с молодости, в общем-то, ну, во всяком случае, крем всегда нанести. Там, какую-то иногда масочку. В общем, за лицом надо следить. Вот моя мама, например, она даже крем не наносила. Косметику там редко, когда чуть-чуть там куда-то в гости шла подкраситься. Ну, она была вот за естественностью. Но кожа, вот у меня подруга-соседка тоже. Кожа, она любит уход все-таки. Крема. И когда вы крем наносите, даже просто ежедневное вот нанесение крема, это уже, пока вы наносите, уже как-то вы массируете лицо. При том, что лицо питается. Лицо, оно у нас всегда открытое. Если у нас вот тело, оно закрыто одеждой, то руки, лицо, это всегда открытые части тела. Поэтому они подвергаются воздействию внешней среды, на улице, и солнце, и ветер, и все такое. Поэтому, ну, как-то надо ухаживать, чтобы лицо выглядело нормально. Я считаю, что если не ухаживать за лицом, то кожа быстро очень становится такой, ну, деревянный, я бы сказала. вот так, ну, все, в общем-то. Сейчас еще несколько минут подержу и вытру излишки. Посмотрим, что будет. Ну, все, девочки, прошло уже 10 минут. Вот, в общем-то, у меня излишков, татук, и нету никаких, да? Ну, на всякий случай, так вот протрю. Посмотрим. Ну, вообще приятное на ощупь лицо такое стало. Такое ухоженное. Вау, вау. Эффект вау. Кстати говоря, да, я тут что-то почитала насчет эффекта вау. Женечки можно одеть. Здесь есть такая брошюрка, вот такая вот, листочек. И вот тут что пишут у нас. Оксикарбокси пишут. Мега популярная салонная процедура у тебя дома. Карбокситерапия дает вау-эффект тогда, когда тебе нужно выглядеть на все 100. Это быстрый и надежный способ быть молодой и красивой. Результат уже после первой процедуры. На 20% кожа более увлажненная и на 15% кожа более упругая. Этапы процедуры. Шаг первый. Это подготовительный этап карбокситерапии. Размягчает роговой слой на поверхности кожи и удаляет отмершие клетки. Ну, нанести надо, как я уже все сделала, показала, массируйте 1-2 минуты, не смывайте. Переходите ко второму шагу. При нанесении гели-активатора СО2 на увлажняющий бальзам начинает выделяться углекислый газ. В ответ на насыщение кожи СО2 происходит активация микроциркуляции, насыщение кожи кислородом, ускорение метаболических процессов кожи. Вот. Ну и вот нанесите второй гель-активатор при пропорции 1 к 1 через 5-10 минут смойте или удалите салфеткой. А вот на коробке не написано смойте, просто написано удалите. Ну и все. И вот это вот третий 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 шаг. Здесь написано перфторгекалин растворяет кислород и доставляет его в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию, улучшает процессы восстановления и омоложения кожи. Пантенол смягчает и восстанавливает кожу, гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, разглаживает кожу. В общем, это завершающий этап карбокситерапии кислородная маска с перфторгекалином, пантенолом, гиалуроновой кислотой. Насыщает кожу кислородом, активизирует локальную микроциркуляцию, смягчает и увлажняет кожу. Все. Нанести небольшое количество этой маски на кожу, равномерно распределить, через 5-10 минут удалить излишки салфеткой. Все прекрасно, все отлично. Мне все нравится, все устраивает. Буду иногда делать вот такую процедурку. Дома уход. Вот видите, никуда не хожу. Дома все ухаживаю. Так, ну все, девочки, пора мне уже, наверное, голову посушить, уложить волосы и вернуться к вам уже в нормальном виде. сняла полотенчике. Еще хочу вам сказать, вот этот вот масло для волос, я вам тоже показывала вот в этом заказе, вот у меня здесь уже заканчивается, я заказала себе еще. Вот три клика на мои волосы, но если у кого длинные, значит надо больше. Просто на ручку вот так растерли и нанесли на волосы. И волосы тогда, во-первых, они легко расчесываются и они такой блеск появляются, такой симпатичный. Вот у меня спрашиваете, какая краска? Блестят волосы, они блестят от этого маслица. И, кстати говоря, они не жирнят волосы. Ну, мы наносим на концы волос, не на корни, естественно. И вы видите сразу, как начали блестить волосы. Правда, симпатичные, да? Но теперь можно уже их и посушить. Если кого-то заинтересовала эта маслица, вот так выглядит коробочка. Это здесь что написано? Ценные масла, сыворотка, питательная для всех типов волос. Артикул 82.15. Вот такая коробочка. И вот такое маслице. Его надолго, кстати говоря, хватает. 30 миллилитров. Мне хватает надолго. Ну вот, мне понравилось, и оно уже заканчивается. Я заказала заново. И очень, кстати, классно пахнет. Я вот руки нюхаю, знаете, как французские духи. Прям приятный запах такой. Ну все. Все сказала, показала. Девочки, давайте посмотрим, что у нас за погода. Погода у нас, конечно, что-то ужасное. У нас там идет дождь. И вообще идет, у нас не идет, а просто ветер очень сильный. Я думаю, что у меня клацает эта вытяжка. Температура у нас плюс 4, где-то градуса, 4-5. Вот. Но я смотрю, на деревьях сверху обледенение идет. Лишь бы гололеда не было, потому что по гололеду я ходить не люблю. Ну, пока что лужи не замерзшие. Только кроны деревьев замерзли. Даже окно открывать не хочу. Но темно очень. Не знаю, вам видно, не видно, но в комнате прям темно. Очень пасмурно, хотя уже 9 часов утра. Пойдемте пить кофе. Все, девочки, я высушила волосы, уложила. Ну, вот видите, они блестят. Хорошо блестят, мне нравится прям. Вот. На улице прям такая погода, что и вылазить не хочется. Ну, давайте попьем кофе тогда. Что я вам еще хотела сказать, девочки. Вчера монтировала видео и с 12 числа уже закрыли программу, в которой я делала фотошоп. Фото. Фотообложку делала, надписи писала, там, влог, не влог. Вот. Но, наверное, многие из вас уже знают, что Adobe Flash Player закрыли с нового года, перестал он работать на компьютерах. Но, монтировать видео еще удается, в общем-то, я не удаляла Flash Player. Но, вот эта вот программа Avatar, в которой я делала фотошоп и, в общем, обрабатывала фотографию для обложки. Она уже закрыта и многие программы, которые работают на базе, которые работали на базе Flash Player, они уже перестали работать на компьютере, перенесли какие-то на планшет либо на мобильный, в общем, на мобильные установки, на телефоне, там можно это закачать и делать. Но, вот с моим зрением, и мне не очень-то удобно, я мышкой, мне удобнее это было делать, а пальцем, да еще и зрение, когда не очень хорошее, уже тяжело это делать. В общем, не знаю, я, дочка, может быть, найдет какой-то выход с этого положения, мне подскажет, что там делать и как, но пока что еще она молчит. Если кто-то из вас тоже обрабатывает фотографии, вот обрабатывал в компьютере и сейчас перестал это делать, допустим, по этой же причине, если кто-то из вас нашел какой-то выход, да, какую программу бесплатную скачать можно и вот обрабатывать фотографии в фотошопе, надпись какую-то там сделать, подскажите, куда зайти, как это сделать, буду очень рада, если подскажете. Вот, ну и все, девочки, наверное, на сегодня все. Я еще хотела елочку разобрать, но я, вы знаете, на нее посмотрю, посмотрю, она такая симпатичная, так все это радостно, вот этот уголочек у меня новогодний. Ну, думаю, ладно уже, старый Новый год пройдет уже и в следующем видео уже елочки не будет. Я не знаю, буду я снимать или не буду, в общем, там снимать, я думаю, не очень-то будет интересно, как я ее складываю, убираю игрушки. Вот, ну, посмотрим. Но сегодня я этого делать не буду, я еще порадуюсь, при том, что такая погода вообще ненастная, хочется еще себя чем-то порадовать, потому что останется у меня пустой уголок тогда, а хочется еще какие-то лампочки, чтобы помигали, чтобы что-то симпатичное было. Ну, в общем, все, мои девочки, я в этом влоге уже ничего я сегодня делать не планирую, по такой погоде выходить на улицу не хочу, хотя, может быть, вечером за внучкой надо будет идти, но это я еще точно не знаю, мне скажут. Готовить я ничего не буду, у меня готовая еда есть, мне нужно ее. покушать уже, дай-дай. Вот, ну и все, на этом я хочу видео свое закончить, влог закончить. В общем, обложка, если у меня будет скромная, значит, я еще пока к тому моменту, как это видео выйдет, значит, я еще пока не нашла выхода из положения по поводу фотошопа. да, если будет написано влог, значит, уже все хорошо на обложке, если не будет написано влог, значит, пока что вот будут такие обложки у меня обычные, простые, пустые. Вот, на обложке я сниму, значит, просто чашечку кофе, наверное, или я не знаю что. Все, мои хорошие, была рада с вами пообщаться, я думаю, что кому-то тоже было приятно со мной пообщаться. На этом я видео свое заканчиваю, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok